Два часа три минуты сорок секунд в Москве. Продолжается ночной эфир на нашей радиостанции, на радиостанциях Москвы. Это будет час дяди Миши. Что он вам тут предложит? Собственно, я уже проговаривался, но всё-таки дадим слово ему. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 послушаем вместе. Сразу хочу сказать, мы ни в коем случае не претендуем на какой-то полный охват, на, я не знаю, полное собрание фактов, все об этой группе. Ни в коем случае это даже не обзор, это просто, ну, несколько будет, может быть, хороших, интересных песен от группы R.E.M. Сразу хочу сказать, если кто-нибудь интересуется, не будет сегодня ни Losing My Religion, не будет сегодня Everybody Hurts, и не будет сегодня My Non-Demon, и всяческих подобных хитов. Мне кажется, что, в общем-то, их достаточно на различных радиостанциях закрутили, в конце концов, всегда можно их послушать. А мы сегодня с вами постараемся услышать нечто, что, может быть, не так часто звучит, и увидим, что кроме вот этих вот песен у R.E.M., которые часто-часто везде передают, есть тоже очень замечательные, интересные номера. Вообще, мне кажется, группа R.E.M., конечно, заслуживает внимание, возможно, даже больше, чем просто в рамках одного часа передачи. Но, тем не менее, мне кажется, что это была одна из, может быть, самых талантливых групп в 80-е, в то время как многие команды в то время занимались либо эксплуатацией старых идей, либо занимались откровенной попсой. R.E.M. действительно пробовали делать что-то новое, и, мне кажется, это у них получалось. Ну, вкратце, несколько таких фактов. Р.E.M. или Rapid Eye Movements, быстрые движения глаз, то есть та фаза сна, когда человек видит сны. Такое они себе взяли название. Образовалась эта команда в городе, который называется Афенс или Афины. Это штат Джорджия, Соединенный Штат, в 80-м году. И перечислим поименно этих вот героев. Это Майк Миллс, 58-го года рождения, Билл Берри, опять же, 58-го года рождения, Майкл Стайб, 60-го года рождения, и Питер Бак, 56-го года рождения. Ну, нужно сказать, конечно же, главным оставался именно Майкл Стайб, именно вокалист, и, в общем-то, авторство песен в значительной степени именно ему принадлежит. Начинали они, естественно, с контрактов со всякими независимыми лейблами, начинали они с выступлений по всяким, по клубам, по непонятно где, по разным местам, где только не выступали. Вот, вкратце перечислим начальные этапы их творчества. Был у них EP, или такая маленькая пластиночка, 45-ка, в 82-м году, которая называлась Chronic Town. В 83-м году, наконец, вышел у них первый их Longplay, полноценный диск, который назывался Marmor, ну, он уже даже привлек некоторое внимание в слушающих кругах. Второй Longplay назывался Recording, 84-й год. И в 85-м году, в общем-то, первый, наверное, серьезный прорыв наступил на американский рынок. Диск под названием Fables of Reconstruction. Я предлагаю сейчас с этого диска послушать номер, который называется Can Get There From Here. То есть туда, отсюда попасть не могу. КОНЕЦ! 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 не поднимается на них, замахивается. Так, Николай, зачем? Да, может быть, может быть, и на этой радиостанции получится неплохой ведущий. А зачем нам классика рок, действительно, в конце концов, когда есть шансон? Действительно. Итак, на раннем этапе R.E.M. играли, в общем-то, музыку, значительной степени отличавшуюся от того, что мы привыкли, может быть, слушать от них сейчас. Это был стиль, так называемый, колледж-рок, или рок-колледжей, или университетов. Ну, музыка, в общем-то, студентов, упертых, интеллигентных, которые были сердиты на мир. И эту музыку, в общем-то, и передавали-то в основном всякие студенческие радиостанции. Это было нечто вроде постпанка, то есть того стиля, который образовался, когда панк приказал долго жить. Жесткая музыка, но, тем не менее, такого негатива не было уже в этой музыке. Тем не менее, R.E.M. быстро ушли, как мне кажется, от постпанка, и от колледжного этого самого рока, и начали действительно что-то изобретать новое. В 86-м году вышел у них новый диск, диск, который назывался Life's Rich Pageant, и мы сейчас с этого диска с вами вместе послушаем номер под названием Fall on Me. Музыка. 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 Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, кстати, о самом альбоме что можно сказать? Он очень даже неплохой, но вот бытует мнение, что их последний альбом на независимом лейбле, Документ, был лучше, что группа, мол, вот, значит, испугалась такого груза ответственности, первый альбом на таком серьезном лейбле, и немножко так подсела. Вот, но, тем не менее, мне так не кажется, и с этого альбома мы послушаем даже две вещи, а не одну. Предлагаю вашему вниманию номер под названием The World Leader Pretend. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА I sit at my table and wage war on myself It seems like it's all, it's all for nothing I know the barricades And I know the mortar in the wall I recognize the weapons Use them well This is my mistake This is my mistake And let me make it good I raise the wall And I will be the one to knock it down I have a rich understanding I practiced them well I practiced them well I practiced them well I fitted them myself It seems like it's all for nothing I said you can't sympathize This is my mistake This is my mistake Hold me tight Hold that memory Let my machine Let my machine talk to me Let my machine talk to me This is my mistake This is my world And I will be the one to knock it down You fill in the mortar 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 I raise the wall And I'm the only one I will be the one to knock it down The world leader pretend Играю в мирового лидера Или притворяюсь мировым лидером Веду войну с самим собой Примерно вот в таких вот вещах Эта песня Так, диск Green вышел в 89-м году И после выхода этого диска Музыканты взяли такой небольшой перерыв Потому что турне гастрольное Все-таки здорово их измотало Они занялись своими сольными проектами Вот, но, однако Вскоре уже года через два Точнее, через два года Именно собрались И записали очередной диск Который назывался Out of Time Именно Out of Time Диск прославился тем Что на нем была песня Под названием Losing My Religion Также очень много других Замечательных вещей То есть диск, в общем-то, этот Раскручен Он считается, пожалуй, ну, одним Одним из самых популярных Вместе вот со следующим диском Вот И сейчас вот мы себе позволим Такую вот нескромность Взять и одним прыжком Перемахнуть и через этот диск А также и через следующий Automatic for the people Но не с той цели, чтобы показать Что диск, мол, неплохой Плохой или какой-нибудь Не стоит его слушать Как раз наоборот Чтобы вас, дорогие слушатели Привлечь к его самостоятельному Прослушиванию Потому что, по крайней мере Эти два диска Заслуживают того, чтобы их Послушать полностью От начала и до конца Потому что именно на втором Вот из этих двух дисков Automatic for the people 92-го года В частности, можно такие вещички найти Как и Man on the Moon И Shiny Happy People И Drive Диски поистину замечательные Можно их даже называть Ну, пиками Пиком группы R.E.M Однако, многие поклонники Как ни странно Оказались недовольны Вот этими двумя альбомами Ну, во всяком случае Они за это время соскучились По каким-то более Тяжелым, жестким вещам И музыканты R.E.M Дали такое неформальное обещание Что выпустят, наконец Настоящий роковый альбом Которого так от них Давно народ ждал И вот этот роковый альбом Появился в 94-м году Получил название Monster После выхода, кстати говоря Группа вернулась Наконец к концертной деятельности Потому что Вот все это время Ну, практически Без малого года 4 В турне они не выезжали И с диска Monster Мы сейчас послушаем номер Под названием What's the frequency, Kenneth? What's the frequency, Kenneth? The show Been so dreamt I was bringin' locked out Not, not up to speed ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА What's the frequency, Kenneth? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Игорь Негода ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА What's the frequency, Kenneth? Какая частота, Kenneth? Частота прежняя у нас 91,2 FM, 73,82 УКВ Слушаем с вами группу REM И их диск Monster Итак, значит, как я уже сказал После выхода диска Группа отправилась в турне Но турне оказалось Очень для них тяжелым И физически, и морально Всевозможные были Трудные обстоятельства Сопутствующие этому туру Психологически различные проблемы И кончился этот тур В общем, очень печально Сразу три музыканта Из группы попали В больницу по разным причинам И Берри, и Милс, и Майкл Стайп Все они вынуждены были Что называется Сойти с дистанции В результате вот Такого напряженного Гастрольного графика Вот, однако Уже Вскоре после того Как они оправились От всех этих неприятных вещей Начали они записывать Новый диск Который получил название New Adventures in Hi-Fi И, кстати, даже по поводу Этого диска Warner Brothers Перезаключил с ними контракт Причем какая-то страшная Даже называлась сумма Я ее даже не смогу Сейчас, наверное, назвать Там очень много нулей Не пересчитываются Диск получился Такой немножко странноватым От группы, пожалуй Такого диска не ждали Он был очень интересным По настроению По звучанию Но каких-то вот Хитовых вещей Как вот Каких-то запоминающихся Мелодичных Того, что привыкли поклонники Ждать от них На этом диске не было В результате Это было Ну, скажем так Коммерческим провалом Не скажу, что С художественной точки зрения Во всяком случае Диск этот очень интересный И сейчас мы с вами С этого диска послушаем Тоже очень интересный номер Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Эта деятельность и вообще работа в группе очень его доконала. Ну, вообще работа в группе была очень тяжелой, потому что действительно музыканты очень много сил отдавали и душевных, и физических той музыки, которую они записывали. Они практически, ну, я не знаю, наверное, болели этой музыкой, если можно так сказать. И я думаю, это чувствуется в их альбомах и особенно в поздних дисках. И остальные музыканты принимают решение продолжать без него, хотя многие думали, что в группе конец. И втроем записывают следующий диск, который получил название «Апп» вверх и вышел в 97-м году. Ну, вот принципиально никого другого они в группу не хотели брать, использовали вместо него, вместо барабанщика драм-машину. Мне кажется, что ситуация даже чем-то похожа на то, как было с группой «Дорс», которые, например, не хотели брать себе принципиально басиста, когда еще Моррисон даже был жив. Вот настолько это был тесный, сплоченный и самодостаточный, пожалуй, что коллектив. Диск «Апп» очень интересным получился. С одной стороны, он очень мелодичный, мелодичный, как ранние диски группы, но с другой стороны, он очень, можно так сказать, задумчивый, как раз как их поздние диски. Вот эти две замечательные черты он в себе сочетает, и хотя, в общем-то, его раскритиковали, когда он появился, и говорили, что и хитов там нету, и вообще это уже не та команда. Мне кажется, что «Апп» на сегодня один из самых недооцененных дисков группы. Если бы вот время нам позволяло, послушали бы мы с него побольше. Послушаем только одну вещь под названием «Walk Unafraid». «Апп» на сегодня один из самых недооцененных дисков. «Апп» на сегодня один из самых недооцененных дисков. «Апп» на сегодня один из самых недооцененных дисков. «Aпт» Продолжение следует... 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 У нас такая существует, ну, почти что традиция, вот в эту ночь, в этот эфир не заводить никаких бетловских песен. Но каких чертов могут быть правила, когда вот такое творится на улице? Поэтому отступаем от этих самых нами же установленных правил. Пол Маккартни когда-то исполнил эту песню в Нью-Йорке на концерте памяти жертв событий 11 сентября. Мне кажется, что это, в общем, весьма к месту, наверное, сегодня. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует... 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 Что в этой группе записывать, чего от них требовать, чего не требовать, какие права им предоставлять и так далее и тому подобное. Слава Богу, хоть сейчас мы имеем возможность познакомиться со многими записями того времени, либо вообще неизданными, либо изданными какими-то небольшими, мизерными буквально тиражами, которые делали практически недоступной для широкого слушателя эту музыку. Так что многое из того, о чем пойдет речь в наших программах из рубрики Kunstkamera, выпущено в том числе, кстати, на лицензионных дисках. Так что ищите, смотрите на прилавках. Мне кажется, что уже хватит покупать то, что продается 10-20 лет одно и то же, джентльменский такой набор. Я, например, обратил внимание, что некоторые группы, ну такие, как, скажем, Deep Purple или какие-то еще, уже раз по 10 только у нас в стране выпускались. Так что, ну, давайте поставим точку и будем что-то искать такое поинтереснее. Мне кажется, что вот музыка, о которой сегодня, в частности, пойдет речь, она интереснее. География участников нашей Kunstkamera будет необычайно широкой. Никогда еще такого не было в рамках этой программы. Это будут группы из Скандинавии, из Европы, из Южной Африки, из Британии, из Америки, даже из Латинской Америки, что уж совсем удивительно. Ну, по поводу 60-х годов, а именно все-таки в 60-х все это дело начиналось, многие считают, что 60-е были годами музыкальной романтики. Я думаю, что в значительной степени это так. Это были годы действительно романтики и какого-то взлета, необычайного взлета фантазии, желания создать что-то свое, собственное, не похожее на нечто уже существующее. Не случайно в музыке того времени как-то все объединялось. Элементы джаза, фолка, рок-н-ролла, естественно, блюза, может быть, даже индийскую музыку туда наиболее такие передовые группы умудрялись вставить. В общем, наверное, многое другого. Сейчас, быть может, проще было бы перечислить то, чего не было в этой музыке, чем того, что в ней было. Ну и как-то так вот по традиции все это стали именовать прогрессивом, хотя, в общем, термин достаточно, мне кажется, условный. Тем более, что прогрессив, он же разный бывал. Он мог быть хард-прогрессив или какой-нибудь арт-прогрессив. Ну и, естественно, на блюзе многие группы основанную музыку тоже в духе прогрессив играли. Но уж я, например, познакомился с некоторыми арт-роковыми, арт-прогрессив группами, которые, как мне кажется, ну, может, я ошибаюсь, они, например, музыку ЕС просто за пояс затыкают необычайно легко. Это гораздо интереснее, свежее, главное, и не искусственно выглядит. Вот, так что рассчитывайте на все это, ну, не знаю, может быть, ни в первый, ни в второй прогрессив, но потихонечку. Писались все эти группы зачастую на неизвестных, независимых лейблах. Ну, вспомним хотя бы какие-то основные Vertigo, Dandelion, Middle Earth, многие другие. Я думаю, список вот этих лейблов будет расти по мере того, как мы будем открывать двери в нашей кунст-камере. Ну, а в сегодняшней программе вы познакомитесь с тремя группами. Вот название этих коллективов. Writing on the Wall, JPT Scare Band и Iron Claw. Но, уверен, меня, по крайней мере, не удивит, может быть, кто-то из вас и знает эти коллективы, но меня не удивит, если большинство из вас впервые слышат названия. Я и сам некоторое время назад впервые их услышал. Но когда послушал музыку, понял, как многого я был лишен. В общем, слушая зачастую какие-то более известные коллективы, играющие значительно более такую упрощенную, может быть, музыку. Ну, я думаю, что теперь самое время уже начать, реально начать с музыки. И начнем мы с шотландской группы Writing on the Wall, записавшей всего одну долгиграющую, как тогда я говорила, пластинку под названием The Power of the Picts. Увидела она свет в 69-м году. А начнем мы с композиции It Came on a Sunday. КОНЕЦ 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 It came on a Sunday DimaTorzok Значит, по поводу группы Writing on the Wall Повторю, что единственный их альбом был записан в 1969 году Назывался он The Power of the Picts Теперь о составе группы Уильям Финн Лейсон соло-гитары и вокал Линни Паттерсон, лидер вокал, Джей Скотт бас-гитары и вокал, Уильям Скотт клавишные и Джеймс Хаш барабаны Группа основана в Шотландии в 1966 году и сперва называлась The Jury Такое, я бы сказал, юридическое почти название, но это, вы знаете, что суд присяжных, он называется The Jury И группа играла поначалу, как ни странно, музыку в стиле Soul Но вот времена менялись, и, видимо, музыканты решили, что лучше немножко изменить качество звучания и направление И в результате стали играть Progressive, значительно более жесткий, понятно, нежели они играли Soul Ну и в результате в 1968 году группа взяла новое название Rating on the Wall и заключила контракт со звукозаписывающей фирмой Middle Earth Большую часть музыкального материала группы писали сами музыканты, главным образом братья Скотты и гитарист Финн Лейсон Ну, а на очереди у нас следующая вещичка от них, она называется Tasker's Successor ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА